Всем привет! Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Уголок старьёвщика». Большое спасибо за положительные отзывы. Постараюсь учесть всё, что было высказано по формату и съёмкам. А сегодня у нас продолжение. Сегодня приехало несколько двигателей. Все они очень нам интересны. И Subaru, и Audi по 5 клапанов на цилиндр. И даже легенда Mark II JZ. Всем спасибо большое за помощь, за то, что откликнулись. Сегодня всем переведу деньги за эти моторы. Здравствуйте, Артём. Вот в комментариях писал вам 1JZGE VTI. Но мотор не тотален, и он на ходу. Два года назад сняли его с марка. Масло подъедал. Сегодня в нашей рубрике «Уголок старьёвщика», в которой мы разбираем старые древние моторы, оцениваем их техническое устройство и смотрим, сколько мы сможем на них получить в металлоломе. Вы купаете моторы у подписчиков для обзора. Мы рассмотрим легендарнейший двигатель. Это 1JZ с легендарного Mark II. Mark II. Всем известная легенда Дальнего Востока. Здесь же можно вспомнить автомобили, на которые он ставился. Не менее легендарные и наиболее часто наматываемые на столбы. Чейсеры, кресты, крауны. Наш подписчик Василий издал нам этот двигатель и попросил его разобрать для нашего канала. Автомобиль, на котором он стоял, это Mark II в кузове GZX100. Пробег на одометре был, когда машину продавали. 325 тысяч километров пробега. Из них этот двигатель проехал на газу 73 тысячи. Сколько реальный пробег того марка, никто не знает. Можно только догадываться. Потому что ходили эти моторы и по 300, и по 400, и более тысяч. Лично мне известные, я сам видел сообщения на форумах, что ходили по 400 и по 800 тысяч. В общем, легенда. И вот эту живую легенду, практически уже ушедшую в лету, нам доведется сегодня разобрать и посмотреть, из чего же эта легенда сделана. У данного двигателя есть два поколения. Первое поколение мощностью 180 сил. Начали выпускать в 1990 году. И в 1996 году ему на смену пришла модернизация. Появилась муфта фазовращателя на впускном распредвалу. Именно этот вариант двигателя у нас сегодня приехал. Мощность двигателя таким образом подняли до 200 сил. Для тех, кто интересуется технической стороной вопроса, объем двигателя 2,5 литра. Диаметр цилиндра 8,6 миллиметров. Ход, правда, небольшой, 71,5 миллиметра. То есть растянули этот объем на целых 6 горшков. Мотор действительно легендарный. Его ставят на газели достаточно широко. Газелисты их очень любят. Моторы неприхотливые, надежные, очень выносливые. Выпуск этого двигателя прекратился в 2007 году. Кроме того, от первого поколения данное поколение отличалось изменением масляного насоса. Также внедрили систему изменения геометрии впускного тракта. Двигатель простоял два года на улице, что можно видеть по коррозии всех элементов. Но для нас это не имеет никакого значения. Водяная помпа вынесена и крепится отдельно на кронштейне непосредственно на блоке цилиндров. И приводится в действие ручейковым ремнем от шкива коленвала. Люфта, кстати, на помпе нет. Я думаю, если ее поставить, она еще пройдет 1200-300. Массивный блок цилиндров. Смотрите, сколько заглушек. Длинная трубка, отводящая, вот она, от водяной помпы. Похоже, здесь находится термостат. В поддоне находится прилив, который не задействован. Очевидно, это слив масла для версии с турбонаддувом. Здесь у нас простая атмосферная версия двигателя. Очень интересный патрубок уходит на головку. Вот он вынесен наружу. Массивный, мощный крюк. Вес двигателя по литературе составляет примерно около 200 кг. Но транспортная компания заявила 150 кг. Возможно, потому что навесное оборудование с него было демонтировано. Смотрите, следы синей краски. То есть, похоже, этот двигатель тоже когда-то был контрактным. И какой по счету этот двигатель был на том легендарном марке, я, честно говоря, не знаю. На коренном шкиве тоже видим надпись. Марк 2. Модель. И, похоже, даже какой-то пробег. Как будто бы 113 тысяч. Непонятно, в общем. Надписи явно с разборки. У данного двигателя ременный привод ГРМ. Заявленный заводом ресурс 100 тысяч. Но желательно менять где-то на 80. Тем не менее, при обрыве ремня клапана здесь не загибает. То есть, все прелести старых моторов налицо. Вынужден принести извинения подписчикам и зрителям. Несколько раз видел комментарии, что у вас видео темноватые. Вот скажу честно. Динозавр с Навителом. Два года снимая на эту технику. И вот только сейчас нашел колесико экспозиции. Копался в настройках. Настройки заблокированы. И в итоге регулируется колесиком. Все. Теперь будем снимать вот так вот. Я думаю, просто изумительно. Будет видно все в самых темных участках. В транспортной компании накидали опилок в клапанную крышку. Крышка из алюминия. Массивная, громадная. Свечи, листья, опилки. Все смешалось в кучу. Ну вот, я надеюсь, качество изображения стало намного лучше. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я прибавил экспозицию. Вот голова закисла на этих моторах. И все уже с фото-видеотехникой уже, конечно, немножко трудновато становится стареем. Судя по обилию белого и черного герметика разных цветов, не раз этот мотор скрывался. Но, говорят, ничего серьезного не было в плане ремонтов. Там только сальнички меняли, что-то такое из расходников. Ну, увидим, что здесь сделали. Машина на автомате. Задний привод. Смотрите, планшайбу тоже снимали. Клапанная крышка лопнула. Повреждена. Вот такие вот трещины, вспучивания. Но при этом следов масла нет. Под масляным фильтром находится обозначение двигателя и его серийный номер. Вот эта трубка добавлена, видимо, заводом при доработке мотора. Ну, это мои такие имхоразмышления. То есть, это подвод масла к актуатору фазовращателя. Вот здесь он находится. Актуатор уже демонтирован. Гнездо осталось. Вот трубка такая идет с двумя банджи-болтами. Ну, и давайте сравним современные технологии. Просто поставим рядом блок. Поставь вот сюда, чтобы прям видно было. Шесть цилиндров и четыре цилиндра. Это GZ и это G4FC. Solaris Rio. Корейский сифилис, на котором ездит большинство в нашей стране. G4 сифилис, который заразил практически всю Россию. Иди КТ-шку разбирай. Там все откручивается. Но у нас есть лайфхак для такого случая. Не всегда, правда, можно его использовать. Давай попробуем. Что это за тормозной диск такой-нибудь керешки? Да, это окошный тормозной диск когда-то был. Что за нанотехнологии? Здесь как будто действительно тормозная колодка работала по нему. Вот и все. Весь ГРМ. Плита двигателя. Масляный насос, она же, передняя. Это ограничители ремня. Ролик натяжной. И мощная пружина. Вот здесь вот стоит. Ликвидационная бригада уже выехала с Дальнего Востока. Но быстро они сюда не доедут. Мы успеем разобрать этот мотор. Шестигранник не нашли. Может возьмем посвежее двигатель. Не 96-го года, там еще мотор в 500. Вот такие вот мы реставраторы. Почему мы не ремонтируем старые моторы? Потому что двигатель, которому 30 лет, разбирается только так. Делать, конечно, можно, но это будет реставрационная работа. Тут еще один шестигранник. Такой есть. Есть? Отлично. Джузет даже с камнями работает в ГРМе. Не, ну с поправленной экспозиции видно, похоже, действительно намного лучше. Да уж. Вот такой механизм натяжения ремня ГРМ. Японский ролик. Джапан Койя. На ремне круглый зуб. Маркировка Тойота. Где-то здесь было. Впускной фазовращатель. Что-то ему не очень хорошо. Он сильно болтается. Болт открутить мы не смогли. Опять фазик прям хорошо люфтит. Похоже, он свое отбегал. Открутили болты крепления фазовращателя. И вот такая вот здесь система внутри шлицы. Некий уплотнитель, чтобы масло не утекало наружу. Все в грязи. Вот так он работает. То есть, как видите, система довольно сильно отличается от того, что мы видим на современных двигателях по фазовращателям. Сдернуть я его не могу. Так вот, смотрите. Вот этот фазовращатель. Вот и все. Довольно простое устройство. Предполагаю, что работает он только на опережение пускного распредвала относительно ремня ГРМ. Не более того. Сняли кожух, который располагается за шкивами. И посмотрите. За ним проходит трубочка вакуумная. Решение простое и гениальное. Сняли трубку, которую я вам показывал. Вот они эти банжо-болты. Через них проходит масло. И здесь же находится масляный фильтр. Который не дает продуктам загрязнения частичкам попадать, собственно говоря, в сам фазовращатель. Продолжаем разбирать. Черед доходит до клапанной крышки. Клапанных крышек здесь две штуки. Они разделены, между собой не связаны. Так, вот то самое место, кстати. Давай покажем. Трещины, которые я показывал, они сквозные. Крышка просто развалилась, вон там лежит болтик. Вот это валы-так валы. Диаметр громадный, чугунный. Массивные, основательные. Кулачки идеальные. Никакого выкрашивания металла нет и в помине. Маркировка крышек присутствует. Давайте раскрутим и посмотрим шейки. Поднимем крышечки распредвалов. Болты крепления распредвалов мощные, основательные. Не то, что сейчас ставят тонюсенькие, которые пару раз затянули, и они сломались. Так, посмотрим. Раскрутили выпускной распредвал. Шейки по диаметру весьма велики. Ну, вот напоминает мне газельские распредвалы с 4,6 двигателя. Смотрите. Идеальное состояние. То есть, ни задиров, ни царапин, ничего. Да, и пустотелые трубы на G4 и на современные. С 100 тысячам на жидких маслах там уже все изношено. Вообще красотища какая. Вот делали тогда. Вот делали так делали. Вот здесь вот потертости есть, но не более того. Собрать обратно, и он бы еще ездил и ездил. Но марка нету. Кому и для чего собирать. Говорили там, отремонтируйте, продайте. Да кому его продашь? Они на разборку-то копейки стоят. Сколько было в 90-стоке? 20-25 двигатель. Да, честно. Смысл его капиталить. Самый дешевый 10 тысяч, самый дорогой 50. И представьте сейчас капиталку, это 6 поршней, работа по росточке и все остальное. То есть реально вот капиталка этого агрегата, ну она весьма сомнительная затея. Но сегодня у нас задачи его капиталить нет. Мы его просто разбираем и оцениваем состояние. Вот здесь вот есть царапина. Одна маленькая, небольшая царапинка. Подача масла идет через распредвал. Питающее отверстие. Идеальные шейки, идеальные. Есть, конечно, износ на алюминиевых крышечках, но он очень невелик. Подача масла на фазовращатель вот здесь идет, через такую крышку. Здесь тоже все в отличном состоянии. Сальник простой, резиновый. Похоже, менялся. Клопанные крышки. Какой-то мастер склеил прям буквально-таки прокладку и крышку герметиком. Черный, белый. Обычно мы в таком случае просто меняем прокладки. Смотрите, шейки. Состояние идеальное. В отполированных шайбочках, которыми регулируются зазоры клапанов, практически я, наверное, уже отражаюсь. Да, они отполированы до блеска. Идеальное состояние. Даже жалко такую головку превращать в Vestu или в X-Ray. Но всему свой срок. Эпоха этих моторов закончилась. Больше их уже не будет. Смотрите, владельцы КДшек, КЕшек и ФЦшек. Смотрите. Толкатели цельные с регулировочной шайбой. Внутри маленький пятачок. Диаметр клапана достаточно большой. Но интересно не это. Интересно то, что толкатели здесь с таким космическим пробегом не болтаются. Они сидят очень плотно. Идеально, можно сказать, плунжерная пара. Вот я все толкатели прям пробую прошатать. И они стоят на месте. Спортажи AX с двигателями КД на пробегах уже 150-200 тысяч толкатели начинают болтаться. И не надо мне говорить про смотанные пробеги, про нескольких владельцев. Многие сотни машин приезжают с одним хозяином. И мы видим, что примерно корейского металла хватает до 100 тысяч пробега. Потом начинается износ. То есть потом уже у них начинает толкатель вот так вот перекладываться. С 200-300 тысячами они уже болтаются прилично. Вот я его вытащил. Смотрите, вот он. Чуть-чуть вот он начал болтаться. Само внизу. Все. А вот если его до конца вставить, он сидит плотно. Вот это качество. Вот японцы. Пробега тьма. А они стоят плотно. Даже шайбы регулировочные позолоченные. Вот озолотимся, ребята. А вы и не знаете, по 15 тысяч моторы продаете. Скорее разбирайте. Они же из золота сделаны. Смотрите. Подделка. Пробы нет. Свечи очень интересные. Вот с такими двумя боковыми электродами. Видно, что мотор сжрал масло весьма сильно. То есть нагар характерный для масложора. Вот этот белый. В большом количестве электроды все побелели. В отложениях свечи стояли денса. Всем известно, как любят Дальний Восток эти автомобили. Насколько они легендарны. Насколько они, можно сказать, вжились. Там в людей, в росли, скажем так, являются их кровью. Нам, жителям Запада, этого не понять. И понимание приходит только, когда разбираешь вот такую легенду. И сравниваешь с тем сифилисом, на котором ездит европейская часть нашей страны. Для понимания этого я вам просто положу сюда распредвал от Соляриса и Рио. Сделанный из пустотелой трубы. Вот на этом мы ездим. Вот на этом ездили 20 лет, 30 лет назад. И когда люди говорят, что вот там ресурс упал, да что, да что. Да вы сравните шейки-то сами. Сравните диаметр шеек. Чугун и пустотелая труба. Кулачки. Вот, вот ресурс где был. И что сейчас они сделали. Да, там кто-то проехал по 300, по 400 тысяч. Есть отдельные индивиды, проехали и больше. Но точно самое я могу сказать и про людей. Основная масса умрет к 50-60-70 годам. Но есть те, кто прожил и 100 лет, и более. Их единицы. Маленький, но толстый. А в чугун другого болта и не надо. Кстати, в шляпку подходит корейский ключ. Покажи его. Вот он, многогранный. Меня интересует подъем кулачков распредвалов. Времени мерить фазу у меня нет. Задачи тюнинга тоже нет. Поэтому просто поинтересуемся, какой же здесь подъем. Вот пускной распредвал, на котором был фазовращатель. Высота кулачка 44,32. Из нее вычитаем базовый диаметр кулачка, который меряется вот так. У нас механический толкатель 36, примерно 0,5-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0. В соседнем кулачке. Что-то меня смутил этот подъем. 44,65. 44,65. Минус базовый диаметр 36,03. 36,03. 8,62. Ну, короче говоря, если мы отсюда вычтем зазор тепловой, который задается вот этой регулировочной шайбой, ну, грубо скажем, 8,4-8,5 здесь есть. То есть на вкуске умеренные показатели. Когда мы занимались тюнингом, распредвалы использовались подъемами 9,6, 10, 11 и даже 12 мм на спорте. То есть здесь потенциал у этого мотора одними только распредвалами будет просто громадный. Так, выпускной распредвал 44,3. Если перешлифовать эти кулачки, я думаю, тут будет не 200 сил, а поболя. 35,98. 35,98. На выпуске 8,3. Ну, если вычесть тепловой зазор, то где-то около 8 мм подъем будет. 8,8,1. Обычные значения для гражданских двигателей. Что осилишь? Вот это поршни. Вот это поршни интересные. Поршень с глубокими цыковками, с вытеснителем. Такой вытеснитель я видел на поршнях Chrysler. Это двигатель Volga. Но, начиная где-то с 2000-х, такую конструкцию пришлось ему брать. Экологические нормы потребовали применения плоских поршней. А вот такие поршни, они ухудшают, скажем так, процессы в камере сгорания. Ухудшают экологичность. И все, моторы становятся втыковыми. То есть, когда рвется ремень, клапана начинают гнуться. Судя по поршням, масложорил он знатно. То есть, вот эти вот вымытые маслом участки. Видите, нагар только остался в центре поршня. Сильнее всего расход был на шестом цилиндре, на пятом. Здесь вот поменьше. Первый цилиндр тоже ел неплохо. Прокладка под головкой металлопакет. Никакого паронита нет. Поршни группы B. Вот здесь вот есть маркировочка. Все поршни. Кроме одного на шестом цилиндре группы C. Прокладка вросла. Рубашка закрытая. Блок чугунный. Даже есть протока между цилиндрами сверления. Прекрасно видно оно сейчас. То есть, крестообразное сверление. Вот здесь и здесь. В центре они где-то будут скрещиваться. Вот так вот. Все это в дальнейшем на силуминовых блоках убрали. Открыли рубашку. И ресурс упал не на проценты, а в разы. Самое удивительное, что прокладка под головкой однослойная. То есть, один слой металла и ничего больше нет. Какая жесткость у этого блока и двигателя в целом. Можно только догадываться, что они не стали увеличивать количество листов прокладки. А сейчас знаменитая пашатайка для шести цилиндров. Перекладка небольшая, но есть. Ну так на взгляд. На взгляд. Соток в восемь, наверное, зазоров будет. Я думаю. Ставлю на восемь соток. Где-то. Может быть семь. Может быть шесть. Может быть восемь. Может быть девять. Ну где-то в этом пределе. Пробега тут сотни тысяч. Реально нам уже не узнать никогда. Хона нет совершенно. То есть, просто зеркало. Все стерлось. Все уже износилось. С соседним цилиндром. Небольшие проплешины есть. Но их очень немножко. В верхней мертвой точке есть уже износ от колец. Это прекрасно видно. Вот эти концентрические круги. Но все выглядит очень и очень достойно. Для своего пробега. Износ тут хороший. Точнейший прибор пальцемер. Говорит это явно. Такие блоки расточники называют червяками. Почему догадайтесь сами. Помпа ГМБ. Надпись Япония. Вот такой интересный сосок. Слив антифриза. Который будет вытекать с подшипника помпы. В случае неисправности. Нижний шкив ремня ГРМ. Головка демонтирована. Шесть цилиндров. Размеры впечатляют. Вес головки тоже впечатляет. Мне кажется корейский головок. Тут две или три штуки. В одной если не четыре. Масло ел он хорошо. Это видно по клапанам и нагару. Камера сгорания очень сильно напоминает Газелевскую. Четыреста шестую головку. Прям до боли. До копии. Форма камеры абсолютно такая же. В корпусе действительно находится термостат. Кто-то менял сальник. Герметика здесь. Мягко скажем не пожалели. Видели кранчик. Захотел попить. Открутил налил. Живительного тархунчика от JZ. Вот фанта. Да фанта. Кровь. Кровь JZ течет. Он умирает. Посмотрите какой он громадный. Какой поддон здесь. Тазик. И давайте сравним с поддоном от G4 FC. Кирилл и Солярис. Нет пониже. Я помню. Это слишком близко. Кажется что он тоже большой. Вот. Вот. Современный двигатель. Лет через 10 наверное будет вообще дно от кружки чая. Ну что давай поднимай корыду. Поднимем еще одно корыто. И еще одно корыто. И герметик не завод. Опять белый казанский герметик. Что-то не похоже что здесь только сальнички менялись. Уважаемые господа. И синяя краска. И герметик не заводской. Что-то тут немножко попахивает более богатой историей. Чем нам поведали. Но это и интересней. Маслоприемник и труба монументальны. Полно противовесный коленвал. Массивные. Фактически грузовые шатуны. Неудивительно что газели с грузом этот мотор таскает вообще без проблем. Сколько их наслопали. Ума не приложить. Сальнички тут явно не просто меняли. Разбирался весь двигатель. Зазоры клапанов кстати не померили. Машину на газу ездила правда около 70 тысяч. Ну что касаемо люфтик есть небольшой. Крайне небольшой. То есть в принципе все очень благопристойно. И ходить этой головки еще и ходить можно было бы. 34 миллиметра с копейками диаметр тарелки впускного клапана. И почти 30 миллиметров там 29 с копейками выпускной клапан. Стержень клапана 6 миллиметров в диаметре. И это напомню 96 год. Маслосъемные клапачки каменные. Задубели. Вот такой конструктив. Думаю что клапачки здесь менялись. Не могу утверждать точно. Даже если это и так то они уже окаменевшие. Маслосъемные клапачки снимаются очень легко. Конструктив простой. Судя по всему имеется фасочка. Которая колпачок держит. То есть все так как должно быть. Под пружинами находятся такие вот тарелочки. В некоторых моделях двигателей можно встретить конструктив без опорных тарелок. То есть пружина прижимается прямо на алюминий. Пружины здесь одинарные. Такие довольно кондовые. Все в принципе ни к чему мне здесь не придраться. Может быть только если бы здесь были гидрокомпенсаторы. Но в принципе эксплуатация двигателя без газового топлива позволяла обходиться и без них. Газелисты которые ездят с этими моторами. Естественно они ездят либо на метане, либо на пропане. У них зазоры зажимают на выпускных клапанах. Они занимаются регулировкой. Направляющие втулки обычные. Чугунные. Цвет мета нет. Колено впечатляет. Нет, мы его обязательно сравним. Не так давно на ремонте была Эпика. Тоже рядная шестерка. Но близко ничего не стоит. То есть насколько там все было уменьшено, облегчено и приталено. И насколько здесь толстые массивные щеки коленвала, массивный блок. Конечно он будет держать и наддув, и все что угодно. И газель будет таскать, и грузы. Масляных форсунок здесь не предусмотрено. Их нет. Присутствует только в турбо версии. Слева головка 1.6 гамма G4FC. Справа G4NA 2-литровый двигатель. Что-то у меня такое ощущение, что корейцы на чем-то сэкономили. Это вам не какой-нибудь эко-сос. Шлицы, которые точно не провернет. При хорошем наддуве. Крутится легко, плавно и без заеданий. У каждого уважающего себя дальневосточного жителя нашей страны на даче есть вот такое биде по-дальневостокски. Заберу-ка я себе на дачу. Герметика не пожалели. Вот такими слоями он здесь навален. Сальник, видимо, менялся. Выглядит свежо и современно. Масляный насос это нечто потрясающее. Он обычный. Никаких двух контуров, никаких сегментных дисков, элементов здесь нет. Обычные шестереночки. И 1996 год, напомню, внутри покрытие, которое мы встречаем на некоторых насосах современных корейцев. Это ДЛП-покрытие или как оно там называется. И состояние шестеренок идеально. То есть он выглядит как новый. Никаких задиров нет, никакого износа. То есть прекрасное, идеальное состояние насоса, который, ну, наверное, прошел, я бы сказал, в современных условиях очень немного. Потому что если мы сравним с тем, что сейчас делают корейцы, напомню, мы разбираем двигатель объемом 2,5 литра, я вам принес для сравнения вот это. Это двигатель G4NA, масляный насос, объемом 2 литра. Что же у него вкладыши задираются? Наверное, масло надо еще жижа лить. Какой-нибудь 0,0, водички туда побольше. Тогда точно задираться перестанет. У нас на сайте есть такая табличка, где мы просим людей не звонить с вопросами, какое мне масло залить в мой Solaris. Потому что спорить с теми, кто предлагает заливать масла по допускам завода-изготовителя в надежде, что дрищ проживет как можно больше на этих маслах. То есть, чем жиже масло и тем, чем правильнее допуск, тем он проживет побольше. Так вот, этому мотору пофиг на маслах, на вязкости. Он будет работать на любом масле и на любом допуске абсолютно. Потому что, сейчас вы увидите, почему я еще сравню вкладыши с теми же корейцами. Потому что у него вкладыши вот такие. Ну, грубо скажем, это грузовик. Не КамАЗ, конечно, но что-то типа Газели. Вот ей все равно. Практически на масло. То есть, это неубиваемый, безотказный двигатель. Вкладыши громадные. Смотрите, корень. Есть легкие царапинки, есть притиртости. Но он пройдет еще столько же, этот вкладыш. Шейка практически идеальная. На шатунном вкладыше, конечно, можно увидеть, что прошел он очень много. Он потертый. То есть, сами понимаете, что в этот Марк Лили на Дальнем Востоке. Я не думаю, что там лили какие-то дорогущие масла. Какие-то бордали или матюли. Лили самое простое, самое дешевое масло. И ездили по 400, по 500 тысяч. И знать не знали про допуска, про книжки, про умных экспертов. Которые заполонили весь YouTube и вещают нам всякую дичь. Про то, что масляный фильтр надо заливать маслом. Про то, что его не надо заливать маслом. На другом канале вещают при установке. Вот инженерия, вот двигатель, которому плевать надо пуска. Лей что хочешь и как хочешь. И он справится. Он сдюжит и будет ездить. А в эко-дрищ, что не лей, ему все равно. Он все равно сдохнет. Потому что он сделан дрищом изначально. Каленвал просто восхитителен. То есть видео даже не передает всю мощь, монументальность этого изделия. Это просто изумительный каленвал. Даже BMW рядную шестерку я делал. Ну не такой каленвал там был. Я уж молчу про Эпику, Шевроле. Рядную шестерку, которую мы тоже делали. Это алюминиевый сопливый блок. Про нее я вообще ничего говорить не буду. Видео, думаю, что будет на канале. Шейки громадные, массивные. Но массивность этих шеек я вам покажу. И вы поймете именно в сравнении. Посмотрите на вкладыши коренные. Во-первых, диаметр шеек просто гигантский. Вкладыши широченные. Что шатунные, что коренные. Единственный минус, наверное, этого двигателя. Если его можно назвать минусом для своей эпохи. Это высокий все-таки расход топлива. Расход, ну, 15, 16, 13 литров, наверное, как здрасте. Могу, конечно, приврать. Если дальневосточники смотрят. И еще не выключили это видео после беды. Пожалуйста, напишите. Какой расход у вас был на этих моторах. На этих машинах. На трассе, в городе. Будет очень интересно почитать. Поршни вымыты маслом. А почему? Ведь здесь нет же масляных форсунок. Чем же они моются? Ну, конечно же, есть форсунки, писелки в шатунах, сверления. Масло подается через шатун. Этой порции масла вполне достаточно для адекватной смазки и колец, и поршней, и цилиндров. Палец плавающий. Диаметр пальца тоже грузовой. Следует, конечно, признать, что шатунные вкладыши достаточно протертые. Но и пробег. Какой пробег? Опять-таки, подложка не показалась. 300-400 тысяч. И они бы еще походили и немало. Несмотря даже на качество заливаемого масла. Смотрите, поршень. Профиль круглый. Ведро. Натуральное ведро. И сверление есть он по каждой стороне. По 4 сверления на сторону по канавке третьего массосъемного кольца. Мне, как жителю западной части великой необъятной страны, сложно понять переживания дальневосточников по поводу этих автомобилей. Я на них не ездил, скажу честно. Жизнь проходит в работе. Жизнь проходит в делах. Но когда разбираешь и непосредственно прикасаешься к этой истории, к действительно японскому автомобилю и двигателю, то приходишь в некий трепет. Потому что меня, как разобравшего сотни и тысячи корейских моторов, и ближайших родственников, там, европейцев, ну, действительно, вот эта инженерия, она восхищает. Я скажу честно, мне вот придраться практически не к чему. Просто не к чему. И сравнить этот двигатель 96-го года, давайте сравним, между мотором 2.5 1JZ и вот этим двигателем, G4KE, объемом 2.4, то есть 2.4 и 2.5, кто еще не понял, да, масштабы, лежит пропасть в 20 лет. К чему пришло современное автомобилестроение спустя 20 лет? К тому, что вкладыши проворачиваются на пробегах от 40 до 80 тысяч? К тому, что моторы жрут масло, едва только тронул катализатор? К тому, что они требовательны к качеству масла, и не дай боже, что-нибудь залить не то, не те допуска, не те вязкости, и у тебя кольца, сделанные из тонких проволочек, мгновенно засираются, перегреваются, отказывают, начинают ссать масло в камеры сгорания. Вот к чему мы пришли 20 лет спустя. Вот это современная эпоха автомобилестроения. В комментариях пишут, ничего, ребята, скоро электромобили, скоро мы все забудем про эти коптилки, бензинки, дизелечки, и будем радоваться. Ребята, а вы цены на Теслу-то видели? Вы заработали на эту эру электромобилей? Вы способны ее оплатить? Вы думаете, там все будет дешево? Думаете, аккумуляторы будут жить вечно? Вы думаете, вам Билл Гейтс или Илон Маск сделает вот такой вот электромобиль? Я думаю, они такие же менеджеры, продаваны, как те, что сотворили вот это чудо. И будет все то же самое. Потом вы будете ждать водородомобили, метаномобили, и еще какие-нибудь кизякомобили на собственном кизяке, чтобы они ездили. И не платить за электричество, которое к тому времени вырастет в десятки и сотни раз, когда на него подсядут все жители Человейников. Но это все лирика. Здесь даже упорных полуколец 4, в отличие от двух на G4KE. Ну что же, у меня сейчас в ремонте находятся этих моторов, ну, наверное, с десяток. Пробеги самые разные. А завтра я буду свой Соренто разбирать. Свой двигатель с пробегом там что-то 80 с копейками. После одного владельца. Я второй. То есть пробег реальный. Там мы писали, 300 тысяч у тебя там 200. Да я видел Соренто с пробегом и 200, и 150, и 170, и 300 тысяч. Я видел, во что они превращаются. Уж мне-то не надо рассказывать про то, какой пробег у меня на Соренто. Уж я-то вижу, ребята, после сотен этих автомобилей, которые прошли через наши руки, у кого пробег мотанный, у кого он не мотанный. Это все, поверьте, видно по автомобилю. Скрыть это очень тяжело. Если только машина не ездила на беговых барабанах, вот тогда да, где-нибудь в теплом помещении. Вкладыши коренные. Чего же они все проворачиваются и протираются? Вот он, коренный. Вы думаете, это шатунный вкладыш? Да как бы не так. Это коренной вкладыш двигателя G4KE, Соренто и Санта-Фе. Вот за это вы платите по 3-4 миллиона за новые автомобили. Вот за эти вкладыши. Вот такого размера вкладыши. Посмотрите, какая громадная разница в диаметре, в ширине, да вообще во всем. Вот они и ходят. Вот он и работает. А здесь, чтобы он хотя бы дальше ездил, уже приходится ремонтировать постель в блоке, потому что блок алюминиевый просто кривеет. Его гнет и плющит. О, разница. Разница даже в крышке. Во всем разница. Ну и, конечно же, сравнить, если шатунные вкладыши, поилиц и кормилиц, G4KE, KD, NA, FC. Вот они, шатунные вкладыши. Вот к чему они приходят. После этого люди начинают бегать. Машину надо продавать. Надо ее починить за копейки. Ложиться в магическую сотку. Затуфтить, как мне тут один сказал. Артем, давай затуфтим. Ну и был послан. Туфтить не хотелось. Либо нормально, либо никак. И то, когда нормально ты делаешь, еще косяки запчастями бывают, с механообработкой, с самими моторами. Идеально не сделаешь все 100% моторов. Невозможно это сделать. А тут еще тебе и затуфтить предлагают. Вот шатунные вкладыши. Все провернуло, все намотало. Клинвал в помойку, все в помойку. Весь мотор в помойку. А ему всего-то там лет 7-8, наверное. И вот этот двигатель. Так вот они почему ездят на этих автомобилях по 20-25 лет на Дальнем Востоке. И нафиг им не нужны эти кредитные помойки. Из фольги сделаны и такие же моторы. Да они и дальше будут на них ездить. Дайте только им кусок железа, там пороги поменять и все. Я не знаю, масло какое-нибудь дешевенькое залил. И катайся дальше. Вот они и смеются над всеми усилиями по завозу этих фольгированных автомобилей на Дальний Восток. Зачем им это надо? Не нужны им такие моторы? Я, конечно, знаю, что на Дальнем Востоке регион довольно бедный и жители его не богаты. Не все, конечно, это бывает всегда и везде. Поэтому, чтобы вас пересадить на что-то более новое, современное, вам будут предлагать вот такие моторы. То есть, если на Соренто и Санта-Фе у вас не хватит денег, вас ждет 1,6 гамма. И, о чудо, вот этот коленвал, который перед вами, он снят с Соляриса, он ходил и будет ходить дальше, у него нет твердости никакой. То есть, мы производили замеры твердости этого коленвала, совершенно шикарные показатели. Где-то 25-27 HRC. Он сырой, с завода. И они такие практически все. То есть, ну, за все ручаться не буду, но из тех, что мне попадались, пока что твердых закаленных коленвалов на двигатель серии Гамма я еще не встречал. Не знаю, почему эту тему никто не поднимает и не освещает. Я ее буду поднимать и освещать. Я покажу все эти коленвалы. Вот это Гамма. Колено сырое, сыромятина. И мы обязательно померим твердость японского коленвала по шейкам. И посмотрим, насколько он тверд, насколько он закален. Если он будет сырым, я вам тоже это покажу. Скрывать не буду. Так что, дальневосточники, если вам надоело кататься на своих императорских автомобилях, сдавайте их в трейд-ин, в чермет и покупайте. Корейское качество. Рекомендую. Мы все здесь на Западе ездим, причмокиваем от счастья, визжим, гавкаем и радуемся. Чего и вам рекомендую. Индустрия у вас сразу появится по их ремонту. И точить начнете, и ханинговать, и напылять, и шлифовать. Всему научитесь. Потому что контрактных двигателей вы на них не найдете. Они нужны всем, и за ними здесь на Западе стоят очереди и запись. На коренных вкладышах есть один вкладыш, который шире остальных. Первая шейка, крышка, 23 и 20 миллиметров. То есть, на 3 миллиметра его сделали шире, чтобы усилие, которое идет от навесного оборудования и изнашивает первый коренной вкладыш, ну, скажем так, усилили это место. У корейцев ничего этого не сделано. Им это не нужно. Они знают, что долго это не будет. Вот этот двигатель еще делали люди и для людей. Вкладыши здесь стандартные. Никто ничего не шлифовал. Никаких ремонтов не было. По крайней мере, по коленвалу. Вот это кольца. Вот это кольца. И ничего здесь усиливать, перетачивать и переделывать не надо. Все сделано заводом так, как должно быть. Какая-то надпись на шатуне белым маркером. Что-то здесь делали, что-то меняли. Шатун как будто бы меняный. Может быть, поршень. Непонятно. Завод. Пишет ли завод что-то белым маркером? Большой вопрос. Если кто-то в курсе или в теме, напишите, пожалуйста, что это такое может быть. Кольца еще до сих пор упругие. Ну что ж, причина масложора уже ясна. Мотор хоть и мега надежный, но он не вечный. Маслосъемные кольца залегли. Они здесь наборные, пластинчатые и в канавке, в буквальном смысле слова, впечатали. Сейчас я померю, какая толщина у колец. Посмотрите, на юбках поршней присутствует антифрикционное покрытие. Оно довольно сильно истертое, уже изношено, есть множество царапинок. Пальцы не болтаются, перемещаются плавно, без заеданий. Все красиво. Так вот, все поршни, задиров нет. То есть, есть просто естественный износ от времени и громадного пробега. Все это нормально. i-SIM, маркировка на поршни внутри, производитель Toyota. То есть, это до сих пор стандартные поршни. Наличие или отсутствие ремонтных поршней пока прокомментировать не могу. Так же, как и по вкладышам, изучу этот вопрос позже. Дам комментарий отдельно. Очень удивил меня шатун. Во-первых, я уже сказал, что здесь есть форсунка, под нее сделан дополнительный прилив. То есть, они усилили это место, не просто сделали отверстие, но еще и сделали вот такую горбину. То есть, все продумано. Отверстие ослабляет шатун, они его усиливают. Как следствие, поршень внутри смазывается и охлаждается маслом. То есть, маслом поливается в достаточной степени, чтобы не задираться. Опять-таки, объем 2,5 литра разделен на 6 цилиндров. То есть, поршни бедерные, нагрузка с них снижена. Чтобы сделать сравнение, возьму тот же шатунный поршень от G4KE, который я каленвал от него показывал. Все провернуло, все размотало, все вкладыши. Вот, современная технология. Спустя 20 лет Т-образный поршень. Сравните толщину колец. Кольца совершенно никакие. И для того, чтобы работать с этими никакими кольцами, нужно никакое масло. Так что, ничего мы в маслах и допусках не понимаем. Мы дураки. Я говорю об этом сразу. То есть, нужно лить максимально жидкое, максимально маловязкое масло, в котором не будет присадок, чтобы этот мотор хотя бы проехал 1100. Потом бежать за новым кредитом, лезть в новую кабалу и так всю жизнь. По 6, по 4, по 5, по 3 года меняя машины, как перчатки, платя за них бешеные деньги. Вот идеология современного мира. Посмотрите, какая юбка. Напомню, это двигатель 2,4, то есть, разница в 100 кубов. Но 4 цилиндра против 6, максимальное облегчение 174 лошадиных силы и здесь 200. Шатун, да, у него маленький ход 70 с копейками миллиметров у двигателя, то есть, и шатун тоже укорочен. То есть, если посчитать РС-соотношение, у меня на это время и нет, когда-то тюнингом занимался РС-соотношение соотношение длины шатуна и хода поршня, то, думаю, будет интересно. Но сейчас этим я заниматься, наверное, все-таки уже не буду. Прошли те годы. При этом надо отметить, что у современного двигателя спустя 20 лет палец запрессован и имеет диаметр намного более меньше, чем здесь. Палец на стопоре, плавающий. Пальчик. Втулка в шатуне присутствует, сверление, втулка бронзовая. То есть, все как полагается. Сидит очень плотно. За 300, там, 400 или даже 250 тысяч здесь износа практически нет никакого. Даже он в поршни-то не шатается. Ну и давайте померим толщину колец. Первое кольцо полтора миллиметра компрессионное, второе кольцо полтора и маслосъемное немножко померить проблематично, потому что оно лежит в канавке. 4 миллиметра. 4 миллиметра против 2 миллиметров на современном моторе. Вот такая арифметика. Скребок. Скребок на кольце втором компрессионном. Скребка здесь нет. Кольца настолько мощные, что он здесь, видимо, и не потребуется. Кольца уже заметно изношены. Так, попробуем аккуратно глаза. Первое кольцо пластичное, сломать не могу, то есть не чугун, кольцо стальное. Второе компрессионное кольцо, я попробую сломать, кольцо чугунное, хрупкий чугун, я его смог сломать. Ну и, собственно, маслосъемное колечко лежит, залегло. Даже если бы здесь просто подкинуть кольца, он бы еще этот мотор ходил. Я думаю, будет интересно померить геометрию цилиндров, посмотреть, какой у него износ. Вот видите, все оно уже такое закоксованное, но не наглухо. Сверление довольно большого диаметра, весьма большого, они не забиты, проходимость есть. Вот, господа, 4 мм маслосъемное кольцо. Чего ему не жать масло? Будет он по 400 тысяч ходить с таким конструктивом, как Здрасте. Порщинь просто загляденье. На память, наверное, себе оставлю один. Кстати, диаметр пальца я не померил. Диаметр пальца здесь составляет 22 мм. Неплохо. У ваза, кстати, тоже 22 мм. Вкладыши шатунные, изрядно потемневшие, то есть, пробега здесь конь, но они все еще живые и могли выходить дальше. Никаких вот провернутых вкладышей нет. Вот, что поменяли. Тайха. Хотя, может быть, это вкладыши уже родные, я не знаю, потому что это, я не занимаюсь этими моторами, если кто знает, прокомментируйте, какие вкладыши стоят с завода. значок Тайха, но в принципе Тайха поставщик на конвейер, так что это, судя по черноте и по старости вкладыши, они запросто могут быть заводскими. Тайховские вкладыши стоят, коренные я не смог идентифицировать, то ли Глика, но Глика вроде европеец, не знаю, может быть, ошибаюсь, что это там за вкладыши коренные были, не понял я. современные технологии по тройной цене, вот вам сравнение, что было в 96 году и что стало современными моторами на современных маслах. Проверим твердость распредвалов и коленвала портативным прибором. Замер производится по шкале Роквелла HRC для понимания подшипник 50-60, ступичный подшипник Форда 45 фуфлыжный оригинальный. Корейские коленвалы 2,4 мерили, если нормальный коленвал 55-57 HRC показывает. 1,6 FC коленвал сыромятина где-то 25-27-30 максимум даже не набирает. Сначала начнем с шейки, обычно они не каленые. Действительно, глухой звук 22,6 еще одну шейку рядом 23,8 но они не должны быть закалены. Кулачки меряю ближе к вершинке. Кулачки очень гладкие, выкрашивания нет, то есть идеальное состояние. О, слышите, звук уже другой. 45 HRC соседний кулачок 46. Давайте еще один вот этот здесь померяю распредвал. 45. Результаты стабильные, одинаковые. Затылок. Затылок кулачка обычно не закаливается, должен быть сырым, но не обязательно. 25. Действительно, калится вершинка и прилегающая область к ней. С распредвалами все понятно, все красиво, все замечательно. Что у нас с каленвалом? Это очень интересно. Сразу говорю, мерить все шейки я уж не буду, вы меня извините, их слишком много. Давай начнем с места под сальник. Немножко постараюсь как-то сместить в сторону от здесь износа. 32. И 4 маловато. Может быть замер некорректный, может быть его особо не калили. Что-то смещается как-то, показывает. Ну и звук такой глухой. 23. Шейка практически сырая. Попробую стукнуть в торец, там конечно грязи много. Да, действительно, шейка сыровата. Так, пойдем по корням. А, ну вот, давайте здесь еще посмотрим щека. Да, 21,9. Твердости особой нет. Что у нас с коренными шейками? о, слушайте, как шарик аж прям по коленке скачет. Совсем по-другому, 59. Так, 57,2. Все замечательно. 56,6. То есть корня, те, которые я померил, закалены. Ну, давайте вот первую шейку покажем, чтобы не было сомнений. Вот здесь. Все стабильно. Корня закалены. Замечательно. Первая шатунная. 55,5. Вот здесь померяем. 55,4. Сейчас показывает среднее по трем замерам. Я для ускорения эксперимента делаю по одному замеру на каждой шейке. Поэтому он среднее от значения по трем замерам. Попробуем померить еще одну шатунную шейку. 54,9. И последняя, шестая, 56,7. Придраться не к чему. Все закалено. Все, что нужно. То есть шейки коренные шатуны закалены. На сальник они особо решили внимания не обращать. То есть немножко подкален и ладно. Ну, все, коленвал нормально, распредвалы тоже. Все как полагается. К слову говоря, в блоке предусмотрены приливы под маслофорсунки. Вот здесь они находятся, но не задействованы. В атмосферной версии хватает и того, что подается через шатун, через сверление. Из всех измеренных поршней этот наиболее худший 5 соток всего лишь в минусе от нуля. Я не знаю, правда, с завода в каком размере они идут стандартным. То есть они могут быть как в нуле, так и на них может быть задан тепловой зазор. То есть они быть в минусе. Тем не менее покрытие стерлось. Относительно вот этого значения выставим нутромер на ноль и пойдем по цилиндрам посмотрим какой там износ, какие там зазоры. Мы грузим детали от GZ в Largus. Завтра поедем на металлоприемку. Если бы все ездили на GZ, я бы по сей день ездил на окушке, делал бы шумку и в 100-500 раз перебирал бы там двигатель. Как хорошо, что GZ ушли со сцены, а им на смену пришли корейцы. Хвала, я сам на им. Пойдем с шестого цилиндра замер геометрии. Ух, не угадал я с прогнозами, но это правда верхняя мертва точка. Десятка зазора, здесь 8. Прогноз сбывается. И 5 соток плоскости пальца. уже эллипс присутствует. Хороший эллипс. Верхние мертвые точки по пятому цилиндру 11, ниже 9, еще ниже 8. И конус есть, и эллипс 6, 6,5 соток. 6 соток, 6 соток, так, 6 соток, стабильно, стабильные результаты, он уже изношенный, в плоскости юбки уже приличный износ идет. Вот что, и все цилиндры одинаковые, практически до сотки. Смотрите, даже не пляшет в размерах, у него везде все одинаково. ну да, он изношенный. Замена колец, возможно, здесь поможет на какое-то время, но не долгое. По уму, если делать так, как должно быть, цилиндры здесь надо растачивать ремонтный размер, восстанавливать геометрию, чтобы таких вот показателей по бочке полностью не было по зазору. И после этого он будет ходить еще несколько сотен тысяч километров. Но мы этого делать не будем. Сразу скажу, мы все это сдаем в цветмет и чермет, потому что у нас негде это все складировать, нет времени заниматься продажей этих кусков, этих деталей. Работа стоит, работа ждет. Мы и так выкраиваем по возможности время. Поэтому завтра мы отправляемся на пункт металлоприема, но уже в другой, а не в тот, где с нас сняли 50% за засор какими-то там тонкими гильзами. Кто хотел сравнений, вот они. Это блок 2.0 G4KD, КЕшка 2.4 такой же блок. Всем все стало понятно и ясно. сегодня мы поедем сдавать останки GZ. К тому приемщику из предыдущего видео мы решили не ехать, заедем в другое место. Финансовая сторона вопроса следующая. за двигатель нашему подписчику из Барнаула мы заплатили 5000 рублей. Пересылка обошлась в 2600. Итого 7600 затраты на этот двигатель. Плюс работа механика, который разбирал мотор. Посмотрим, сколько мы сможем за него выручить. Были вопросы, почему вы не восстановите, не продадите. Скажу так, при нашей загрузке основной работой и при стоимости этих моторов на вторичном рынке я пока не вижу никакого смысла их восстанавливать и продавать. Может быть, ситуация изменится в будущем, может быть, у нас будет меньше работы. Все может быть. Алюминий 95, черняга 23700. Пришел твой час GZ. 32 килограмма алюминий. Так, черняга 5% в ссору по этому мотору. 116 грязный, 110 чисто считают. Накладная на получение финансовых средств. За останки GZ нам выплатили 5550 рублей. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интересно почитать, кто сколько проехал на этом моторе, какой у вас опыт. Нам, для жителей Запада России, это все неведомо. Если смотрите нас в Дальневосточнике, пожалуйста, пишите, будет очень-очень интересно ознакомиться. Ждите следующих выпусков рубрики Уголок Старьевщика. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok